Всем привет, ребятки, с вами Флэш, и в этом видео я вам расскажу, где же все-таки достать эти самые чертежи. Пока существует два способа. Первый это создать самому, второй это купить. Сможем ли мы находить готовые чертежи в бочках и в ящиках на РТ, пока официальной информации нет. Но что мы там сможем точно находить? Как раз эти самые предметы, которые и хотим изучить. Давайте рассмотрим первый способ создать самому. Для этого нам нужен стол для исследований, предмет, который мы найдем на РТ, который мы хотим изучить. Далее мы кладем этот предмет в стол для исследований. Теперь фрагменты чертежей заменены на металлолом, то есть мы кладем сюда металлолом. И шанс на успех заменен на конкретное количество металлолома. Далее нажимаем кнопку начать. Происходит 10-секундный процесс изучения, после которого наш болт пропадает. И вместо него появляется долгожданный чертеж, который мы так долго ждали. Сразу же рассмотрим второй способ, как его приобрести. Для этого торговые автоматы переработали. Мы, допустим, вводим болт. И у нас появляется 2 значка. Если мы нажмем на левый, то у нас непосредственно сам болт будет продаваться. Если мы нажмем на правый, то чертеж болта. Далее просто назначаем цену. Все стандартно и легко. Вносим в список, кладем сюда чертеж. И те, кто уже изучил, могут спокойно торговать этими чертежами. Я подхожу, нажимаю купить. Мне продается этот чертеж, после которого я на него нажимаю изучить. И наконец-то у меня долгожданный болт появляется в списке. Калаш это я чуть раньше изучил, поэтому не обращайте внимания. Изначально его нет. Вот он болт. При этом надо еще помнить то, это точнее такая особенность. Если у вас оружие какое-то не исследовано, и вы, допустим, его сильно испоганили, отстрелялись, то вы не сможете его починить. Вот у меня Томпсона нет в исследованных. Я пытаюсь его починить. Пишет, что вы не можете, точнее вы не знаете чертеж этого оружия. Соответственно, и починить я его тоже не могу. Вот это надо запомнить. Далее, что касается стоимости разных предметов. Я накидал просто самые такие стандартные, чтобы ускорить видео, чтобы оно сильно долго не затянулось. Поэтому сейчас просто буду закидывать в стол, а вы для себя смотрите то, что вам надо. Все подряд, если бы я закидывал, просто видео бы сильно очень затянулось. Так, это мы выкинем. Давайте самое, вот 75, 250, 75, Томпсон 250, ракетница 750. Да, кстати, ну по-прежнему те предметы, которые создать нельзя, вы не сможете, будут у вас ограничения. Револьвер 750, 75, 250. Ну и из оружия, ой, из патронов 250, 75, 75. Ракетница на место, 75. Горданочка 250. Я даже не акцентирую внимание, потому что все эти значения будут еще меняться. Поэтому мы вам тоже особо не советуем смотреть, но просто ради интереса. Допустим, из строительных, стена. Старые добрые стены, блин, я сразу вспоминаю то время, когда постоянно куплю рецепт стены. Куплю рецепт стены. Блин, все это возвращается. Так, и вот такие вот стандартные, просто для общего, так сказать, развития. Бронь 750, топовая, естественно, 750. Инструмент 75, 250 даже кирочка. Смысл кирку изучать, когда можно ледорубь, но я думаю, что все это поправится. Большая аптечка, шприц. Естественно, бобовая сишка 250 и самая топовая 750. Далее, теперь я вам покажу, какие пока что рецепты у нас по умолчанию. Билд, собственно, вот. Кодовый замок. Я не помню, был ли он раньше, нет, не было его раньше. Когда была система чертежей, я постоянно искал его, действительно. А теперь он есть, но это все будет меняться. Дверь максимум вот такая из плохого металла. Айтемс. Ну, естественно, все верстаки, стол для исследования, кровати нет. Ящик сразу тоже большой. Я тоже помню, как постоянно рецепты на нее искал. Постоянно маленькие использовались. Тут не пороха, вообще ничего толком нету. Одежда вообще самая минимальная. Тулс, предметы только до каменного. Медицина, естественно, только бинт. Оружие, ну, коллаж болт уберите, этого не было. То есть, вот, лук и копье. Все. Стрела. Вообще нормально. То есть, вот такая вот новая система. Сразу пишите комментарии, что вы насчет этого думаете. Я очень рад, потому что теперь будет привязка к конкретному серверу. Если вы изучили какие-то рецепты на одном сервере, если вы захотите перейти на другой, то вы там будете опять начинать все с нуля. Рецепты после вайпа карты сбрасываться не будут. Рецепты будут сбрасываться на серверах сообщества. Ну, модифицирован, неважно. По усмотрению админов. То есть, они могут там раз в месяц стандартный сброс сделать, там, либо раз в две недели. Что касается официальных серверов, то сброс рецептов будет происходить только, когда будут какие-то глобальные изменения происходить. Ну, это позиция самих разработчиков. Так, по поводу кошки сразу скажу сказать, что с ней все хорошо. Просто тот звук ужасный, который запечатлелся на прошлом видео, это у меня просто клавиатура стоит на выдвижной такой полочке на столе. И я хотел быстро встать, и случайно коленкой задел эту клавиатуру и эту полочку. И она вот загремыхала. Я встал быстро, взял аккуратно кошку и просто вынес из комнаты. Ничего я там не трогал, не швырял никуда. Звук это был конкретно от клавиатуры. В общем, что касается вообще всего, вот и цен, и как бы лута, сейчас идет глобальная настройка. Это пишет сам разработчик, ну, собственно, Хелк. Это все будет тестироваться в ближайшую неделю, как только новая система появится. И первая неделя все будет. Потому что, представляете, сейчас вот весь этот лут, который у нас заблочен, вообще весь самый топовый, его нужно настроить так, чтобы он весь появлялся на РТ. Потому что, если он не будет там появляться, мы даже изучить его не сможем. То есть, это логично. И вот это нужно все грамотно настроить, тонко, чтобы не было каких-то, наоборот, слишком часто появляющихся, или, наоборот, слишком редко появляющихся. То есть, это самое сложное, это баланс. Вот. И первая неделя как раз будет выявляться. Правда, Хелк говорит, что он все это автоматизирует, всю эту настройку. И будет происходить, ну, то есть, если вдруг потребуется какая-то настройка, это будет происходить достаточно быстро. Это тоже не может не рада. Так, вроде все сказал. Подчинка. Да, исследование. Все сказал. Опять же, по поводу, сможем ли мы найти готовый уже рецепт. Тут не ясно. Раньше мы могли найти, сейчас нет. Сразу пишите комменты, что по поводу вместо шанса ввели конкретную стоимость. То есть, хорошо ли это или плохо. Кстати, сейчас... А, еще такой момент, то что состояние оружия не влияет на цену. То есть, если даже я сейчас калаш... Так, у меня калаш не нужен, допустим, ракетница. Если я ракетницу убью в хлам и опять закину на стол для исследований, то цена не поменяется в этом суть. Так, а если я чуть поменьше положу? Положу. Вот, допустим, вот так. Да, ну исследование не появляется. То есть, нужно конкретную цену. Значок прочности не имеет значения. То есть, как-то так. В общем, ждем дальше каких-то новостей, ребятки. Пишите свои комментарии. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео.